Так, продолжаем разговор об эффективности различных направлений для лечения аутизма. Мы начали с диеты, продолжаем теперь гомеопатия. Гомеопатия появилась не так давно, то есть я сейчас буду говорить о гомеопатии китайской медицины, сразу предупреждаю, я говорю не просто так, я изучаю эти предметы. Так вот, гомеопатия появилась не так давно, 200 лет назад, и случилось это до эры массового применения искусственных токсинов в нашей жизни. Это очень важный момент, я сейчас поясню почему. Гомеопатия – энергетическая терапия. Ее действие основано на том, что в организме есть определенный энергетический потенциал, который надо попросту откорректировать и направить в правильное рост. Эффективность этой терапии зависит не только от квалификации гомеопата. Да, гомеопат на самом деле должен умудриться без единого вопроса ребенку, только используя вопросы к его маме, понять, что же тут происходит, и назначить препарат. Ведь часто ребенок вам не может вообще ничего сказать. Но и то, насколько организм ребенок энергетически способен откликнуться на лечение, очень важно. И от чего зависит этот оклик? Он зависит, опять-таки, от определенных биохимических процессов. Пожалуйста, послушайте первое видео. Вначале я давно чего объясняла. И раньше об этих биохимических процессах никто не знал. Когда создавалась гомеопатия, мы не знали о выработке энергии в организме. Но гомеопаты гениально предположили, что есть виталити. Они назвали это виталити. Загадочная жизненная энергия, наличие которой отличает мертвое тело от живого. На этом и строится гомеопатическое лечение. Они работают вот с этим самым виталитом. По аутизмам здесь, чисто здесь огромная дыра. 200 лет назад, спустя, мы прекрасно знаем, что виталити зависит от работы наших митофондрией. От того, чтобы они были здоровы. От того, чтобы у них были базовые блоки протеина, углеводы, жиры. Чтобы были коферменты к базовым реакциям цикла крепца. B1, B2, B3, B5 и липоик ацид. Вот эти коферменты, и плюс нам еще, конечно, нужны аминокислоты определенные, обеспечивает работу цикла крепца. То есть даже если все в порядке, нет этих веществ, он не работает. Цикл крепца, подготовительный этап для окончательной выработки энергии, энергетической цепочки. Вот этот последний шаг и дает нам максимальное количество энергии, он происходит в митофондриях. И тут нам уже нужны другие вещи. Нам нужны то же самое, что для цикла крепца, плюс железо, медь, B2, B3. Клокютен. То есть, уважаемые классические гомеопаты, я обращаюсь прежде всего к вам. Организм аутиста прежде всего нужно поправить, чтобы он начал выработать энергию. Поэтому, что мы должны сделать? Мы должны пролечить его кишечник, чтобы он эти питательные вещества смог ускорить. И мы должны дать эти питательные вещества, потому что наше современное питание совсем не такое, как было 200 лет назад. Я знаю, что сертификат гомеопата можно получить без изучения биохимии и физиологии. К сожалению, к большому сожалению, потому что вот в самих базовых книжках гомеопатов написано, что гомеопат должен знать базовые физиологические процессы. Я знаю, что гомеопаты основываются на изучении симптоматики, что им не нужно знать причины этой симптоматики. Да, действительно не нужно. Но гомеопатам важно наличие жизненной энергии пациента. Без этой энергии вы никуда не двинетесь. Поэтому для аутиста диета и базовые добавки должны быть первыми. Даже если вы хотите лечить гомеопатии, разберитесь. Это не что-то абсолютно невозможное понять. Для этого не нужно знать очень глубоко идеологию. Вы получите куда больше результатов, если начнете именно с этого. Возьме вы будете замечательно отслеживать изменения симптомов. Он будет на диете, ребенок, он будет на добавках. Не будет ничего меняться. Вы прекрасно поймете, как препарат сработал и отследите симптомы. Я надеюсь, это повальное желание гомеопатов снять детей с диеты и добавок для того, чтобы вводить гомеопатию, все-таки уже позади. Я слышала, что вроде как это прошло. На всякий случай говорю, это неправильно. Это не нужно. И да, аутистам нужно отвести токсины. Я знаю, что 200 лет назад их было не так много. Я знаю, что нашего природного антиоксиданта, глютатиона, тогда на все хватало. Теперь токсины блокируют и его работу, и его часто не хватает. Поэтому нам нужно применять дополнительные терапии для отвода токсинов. Если у ребенка будет налажена выработка энергии, если токсинов будет уже не так много, может быть, у вас получится простимулировать ребенка на отвод их своими собственными силами. Но это не в самом начале, это не в тяжелых случаях аутизма. И я думаю, именно поэтому очень часто гомеопатты, когда они берутся за тяжелого аутиста, они постоянно твердят родителям, надо ждать, надо ждать, надо ждать. И люди теряют время. Начните с другого, и вы получите намного лучший и быстрый результат. Если же мы говорим об антиоксидантах, то хочу упомянуть, что необходимый нам витамин С, витамин Е, выполняют разные задачи. Первый восстанавливает водорастворимые элементы, второй жирорастворимые. И то, и другое для нас важны. И вы не добьетесь этого токсинопатии. Ну и еда у нас не та, что 200 лет назад. То есть волей-неволей нам нужно подключать добавкой, волей-неволей нам нужно думать, чем мы кормим ребенка. Итак, китайская медицина. Да, китайской медицине 5 тысяч лет. Я не знаю, этим ли вас подкупают врачи китайской медицины, говоря, что нам 5 тысяч лет, мы сейчас со всем разберемся. Но я вам сейчас объясню, в чем дело. 5 тысяч лет назад тоже не знали о химикатах, которые отравляют нашу жизнь. Если о них не знали 200 лет назад, 5 тысяч лет назад, об этом даже не могли предположить, что мы натворим с этой планетой. И все лечение тоже было основано на энергию. В китайской медицине энергия есть разных видов. И ее может быть любой недостаток, испыток, может быть застой, вариантов масса. У них все плохо, если все не находится в гармонии. И вот на этом и строится лечение. Достижение этой гармонии и приводит к здоровью. Китайская медицина использует различные виды лечения. Она использует иглоукалывание, прижигание травы и так далее. Невозможно думать, кстати, они используют диету. Невозможно думать, что одними иголками можно всегда добиться эффекта. Ни в коем случае. Если мы имеем дело с нехваткой энергии, так делать нельзя. Я уже говорила, что мы имеем дело с нехваткой энергии. Китайцы используют комбинации трав для пополнения этой энергии. Что мы знаем о травах? Мы знаем, что они должны, прежде всего, усваиваться кишечником. Мы знаем, что у аутиста в этом деле проблемы. Стравы часто аксалатны. При протекающем кишечнике это вам только добавит проблемы. Лечение иголками нужно тоже выдержать. Для этого нужно пролежать, расслабившись 20-30 минут. И так 10 сеансов подряд. Вы уверены, что ваш ребенок это сможет сделать? Вот я лично не могу смириться с иголками в моем теле длительное время. Я даю себе ставить иголки на занятия, потому что мы тренируемся, мы ищем точки, мы тренируемся их ставить. И если я не буду разрешать ставить их себе, мои однокурсники не разрешат тренироваться ни на них. Но я даю ставить, и мы их сразу вытаскиваем. Потому что только тритмент возможен, если иголка простоит достаточно длительное время. Если она не стоит, это не тритмент. Кстати, одно из основных противопоказаний от иглоукалывания у нас, если вы утром не позавтракали, люди теряют сознание, людям плохо становятся. То есть это противопоказание. Но мы имеем дело с детками, которые ничего не усваивают. То есть они не просто не позавтракали, они не получают ничего месяцами, если не годами. Вы мне не докажете, что иглоукалывание может быть показано. Еще я хочу добавить, что одно дело ставить иголку сразу и вынуть, другое дело пролежать определенное количество времени. Ощущения совсем другие. У меня не аутистки, сенсорное восприятие такое, что я просто это не выдерживаю. И наши сами доктора, то есть у нас есть клиника, в которой они пытались проводить акупунктуру, вот как тритмент, не просто как уколовый вытащил. Они сами говорят, что тебе при вот такой реакции это не показано. Но это не конец света, есть на все другие методы. И это просто одно из моделей, где мы можем использовать другое. Но даже если говорить о точках, есть методика натавливания на точки, и она порой даже более эффективна, чем иголки. Эти точки могут быть стимулированы многократно в течение дня. Есть еще такая методика, на пластыре ставят семечку на точку, и вы просто давите на нее, чтобы не потерять эту точку. Ну, выдержит ваш ребенок этого, моему ребенку попытались семечки поставить на ушки, он их снял в секунду. Главное, чтобы протокол был правильно разработан, главное, чтобы была проведена правильная диагностика. Но тут я вас тоже хочу огорчить. Диагностика в китайской медицине совершенно четкая по поводу аутизма. Во-первых, такого диагноза не было исторически, что доказывает, 5000 лет назад аутизма не было. И 200 лет назад его не было. Аутизм в китайской медицине диагностируется по абсолютно конкретному диагнозу. Он называется, записывайте, флегм, мистин, зе майнд. Флегм – это как слово флегматизм, мистин – это мист, туман, дамайнд, разум. То есть флегм затуманивает разум. Новый диагноз, его не было, они его сделали. Если вам скажут, что китайцы еще посмотрят на пульс, на язык, нет. На каждый диагноз у нас прямо написано. Вот при этом вы увидите такой-то язык, прочувствуете такой-то пульс. Вам не надо ехать в Китай, чтобы это услышать, вы уже это услышали от меня. Далее. На каждый диагноз у нас есть книжка, в которой описаны протоколы. Китайцы, они очень такие четкие. Они не будут выдумывать что-то каждый раз. Вот есть у нас такой диагноз, вот это протокол определенные точки, вот так вот колоть. Их можно прижигать, их можно колоть. Если колоть на такую-то глубину, столько-то лежать. Все. И опять-таки, не забывайте про энергию. Китайская медицина энергетическая. Нет энергии, нет лечения. Китайцы в то время просто ничего не знали, кроме трав. Они использовали травы, чтобы дать организму нужные микроэлементы, потому что в травах тоже есть и минералы, и витамины. Травы не всегда показаны аутенку. Я еще раз это повторяю, много раз это повторяю. Вам нужно дать витамины с минералами. Сейчас мы их можем иметь в виде отдельных добавок, в виде гипералекзидентных добавок, что очень важно для аутиста. Мы знаем, что нам нужно наладить работу в митохондрии. Мы знаем, что прежде всего должна быть энергия, и тогда у вас будет движение в лечении. Китайцы использовали диету, но опять-таки они не знали тогда о вот этих вот всех проблемах. Они не знали, что в еде может не быть нужных микроэлементов. Они не знали, что еда может быть отравлена токсинами. Они не имели такого количества непереносимости. Поэтому я бы работала по части диеты тоже вот как мы работаем, а не как вам предложит доктор китайской медицины. И опять-таки они не имели дела тогда с последствием вакцинации и отравлением мускусственными химикатами. Сенсорная интеграция. Сейчас я уже закончу. Сенсорная интеграция важна, но это все будет работать куда эффективнее, если вы начнете с диеты и добавок. И опять-таки не забывайте про энергию. Назовете вы инь-янь, виталити, чья энергия митохондрии, как угодно она должна быть. Будет энергия, будет работать мозг, будет работать периферийная система, будет работать иммунная система. Без всего этого адекватного восприятия реальности вы ребенку не добьетесь. Поэтому сначала приведите ребенку кишечник в порядок, дайте ему питательные вещества, запустите медокондрии, а потом требуйте от него чего-то еще. Всего доброго.